Умная аппаратура, которая сама выберет подходящее оружие и сможет перезарядить модуль. А еще обеспечит автоматическое сопровождение цели и управление огнем. В этом цеху тестовые испытания проходят экспериментальные образцы вооружения. Все как в жизни, только заряд холостой. Стрелять боевыми снарядами по реальным целям этот необитаемый модуль сможет уже после всех проверок. Носителями такой установки могут быть корабли, катера, бронетехника и стационарные объекты. Этот автоматический боевой модуль – последняя опытная разработка предприятия. На него могут быть установлены системы вооружения совершенно разных калибров. Управление осуществляется вот с этого пульта, который может находиться на удалении до 50 километров от установки. Со стороны это выглядит элементарно, как компьютерная игра. На сенсорном дисплее оператор касанием выбирает цель, а дальше все еще проще. Система сама проследит за объектом, как бы быстро он не перемещался, даже в темноте и в плохих погодных условиях. Вот сейчас автомат сопровождает цель. И пушка точно так же отрабатывает сопровождение цели. Модуль, разработанный севастопольскими конструкторами, в разы легче и компактнее своих предшественников. У него повышенная скорость наведения. А главное, он абсолютно безопасен для людей, потому что не требует человеческого присутствия. Сейчас весь мир и наши вооруженные силы тоже переходят на то, чтобы заменить человека на поле боя роботом, чтобы человек мог управлять на дистанции, с далекого расстояния, что обеспечит его защищенность. Оператор Алексей за пультом управления освоился за полгода. Говорит, несмотря на переход современного вооружения к кибертехнологиям, он не боится остаться без работы. Ведь окончательное решение за монитором даже такой сверхточной установки все равно принимает человек. Система только может автоматически захватить цель, просчитать траекторию выстрела и все остальное. Но последнее слово за операцией. В этом году по гособоронзаказу севастопольское предприятие должно поставить 24 единицы вот таких усовершенствованных боевых модулей. Экспериментальную разработку оценили не только российские военные. Экспортные контракты подписаны уже с четырьмя иностранными заказчиками. Виктория Косогляденко и Сергей Натриенко. Телеканал «Звезда». Севастополь.